По легенде, пожар произошел в палате номер 4. Там загорелась электропроводка. В момент возгорания там было 6 человек. Медики вывели 4. Остальные двое остались отрезаны от выхода. Их спасли спасатели, которые, кстати, приехали в считанные минуты. Такой тревожный сигнал сегодня услышали 32 пациента отделения челюстно-лицевой хирургии. О том, что будут проводиться противопожарные учения, их, конечно, предупредили заранее. Но сирена после страшной трагедии в Зимней Вишне все же заставила понервничать. Противитесь же вперед! Все оперативно, быстро. Накинули верхнюю одежду, мокрое полотенце и вывели. Дыхательные маски, пожарные шланги, испуганные пациенты, уверенные спасатели – все как по-настоящему. Расчетные силы прибыли на место ЧП через 2 минуты после того, как сработала тревожная кнопка. Общими силами МЧС и медперсонала из горящего здания удалось вывести все отделение. К приезду спасателей уже персонал большую часть больных эвакуировал. Ну а спасателям осталось только найти двух условно закрытых дымом пострадавших. Благодаря слаженной работе медперсонала и сотрудников МЧС условное возгорание устранили меньше, чем за 20 минут. Это довольно быстро, говорят специалисты. Поскольку пожар постановочный, на место ЧП выехала всего одна машина. Но если бы была реальная угроза, приехало бы 10 бригад. Целью учений все-таки это была отработка навыков. Это была, как говорится, отработка действий персонала, чтобы мы могли не паниковать. У медперсонала учиться нам еще и учиться. Но, по крайней мере, действия сотрудников я оцениваю на хорошо. Противопожарные учения в больницах края проводят регулярно. С начала года проверили уже две больницы. В ближайших планах еще 11. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжение следует.